Музыка 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 Наше дело это общее дело Это да, это конечно, это определенно Об себе ни черта не думаем, только баб другие Нет, Иванович, это ты политически верно выражаешься А кто есть другой? Кто? Другой это мы сами Это да, это конечно, это мы сами Я же говорю Об других ни черта не думай Только баб себе Этот театр начинается с мечты С желания играть на сцене Здесь все актеры смогли воплотить в жизнь свои детские грезы Просто не сидели на месте В свободные от основной деятельности время И с года в год они буквально летят Окрыленные в ДК имени Воровского На репетицию Народного драматического театрального коллектива Содружества актеров Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй, никак не воскресно, скажите нам, вот удивление. Видал? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ах, какое издевление всем надево. Переступил порог, да, все, ты уже на репетиции, и ты забудь, что там за дверью. И ведь действительно, когда ты себе это внушаешь, да, говоришь об этом, вот ты идешь с работы и говоришь, как я устал, как я устал, ты переступил, начал репетировать, и все, у тебя ничего не болит, и ты совершенно здоров, и ты уже не устал. Любительский театр Дворца культуры имени Воровского является одним из самых старейших коллективов. Он начал свою деятельность в 30-е годы прошлого столетия. В театр пришли жители города Раменское, интеллигенция, рабочие, учащиеся, все, кто умел петь, танцевать, читать стихи. Один из периодов расцвета Народного драматического театра был связан с именем главного режиссера Алексея Семеновича Дымнова. Им поставлены на сцене Дома культуры спектакль «Баня Маяковского», «Ревизор Гоголя» и другие. Многие постановки были показаны по центральному телевидению. Так иногда перебираю программки спектаклей, в которых я участвовал, я их храню. И вот первая программка, это была спектакль, был «Фабричная девчонка». Театр-то у нас создан при комбинате «Красное знамя», и так по тематике как раз «Фабричная девчонка» это был первый спектакль, в котором я играл. И интересное совпадение была премьера 27 апреля 1966 года. И это как раз мой день рождения, у меня 20 лет исполнилось. Знаешь, вот роль, а все равно, я говорю, я энергичные люди, сколько мы спектаклей сыграли. И каждый спектакль, перед каждым спектаклем, такой трепет какой-то, выходишь на сцену, отдаешься целиком, и уже волнение как такового уже не ощущается, потому что это будет очень заметно зрителю, это не то. Училась я в седьмом классе, когда я сюда пришла, мне было 14 лет. Вот. Сначала меня привела мама сюда, она хотела, чтобы я занималась музыкой. А здесь, в театре, у Алексея Семеновича Дымнова, занимался мой брат Алексей. И он меня перехватил, можно сказать, идем, идем к нам. И я пришла. И мне стали, даже Алексей Семенович, даже стал, дал мне прям сразу роль. Ну, с ним заниматься было просто очень интересно. Интересно чем? Во-первых, он с нами уроки проводил. Уроки танца, уроки движения, урок речи. И было очень интересно. Оставались на репетицию до ночи. Кто чего принесет там, поесть, да, так интересно было. Оставались. Никогда не было страшно уходить. Вот, все вместе. У нас был такой дружный коллектив всегда. До Коваровского он был единственный. Даже вот где-то от Москвы до Коломны, наверное, ничего и не было. В этот дворец культуры приходили все, кто поет, кто танцует, кто, так сказать, занимается другими какими-то видами искусства. Я думаю, что знают меня действительно не только как директора музея, в котором я проработала с 1978 года, по 2014, да. А в театре я с 15 лет. Все мои театральные пробы вылезли в то, что я поступила в Московский государственный институт культуры. Вот сейчас это академия на театральный режиссерский факультет. Ну, приходишь сюда и живешь. Потому что я просто не представляю. Конечно, может быть, наступит момент, когда придется уйти, но не хотелось бы. Я пришел в 1972 году. Я пришел еще в кружок к Николаю Григорьевичу Малышеву при Дворце культуры имени Воровского. Тогда нас в Народный театр сразу не брали, поэтому мы обучались у своего педагога. Он нас обучал, и мы потом по просьбе режиссера, главного режиссера уже Народного театра ДК имени Воровского, приглашались на спектакль. Это было такое, ну, и счастье, и страх, да, когда мы почти без слов, но мы выходили на сцену, нас выталкивали, можно сказать. Но это было очень трогательно и приятно. Их любовь к театру длиною в жизнь. Многие актеры пришли в коллектив в юном возрасте, начинали с малого. Здесь они взрослели, находили свою любовь, создавали семьи, совершенствовали актерское мастерство и просто дружили. Артисты по сей день не расстаются с театром, с трепетом ожидая выхода на сцену к своему зрителю. В чем же провинился наш уважаемый Бан Раймер? Безобразничал. Лес на стену без сопроводительных документов и удостоверения личности. Это еще неизвестно, кто из нас безобразишь. Опять нарушаете? А если бы он разбился? Вот он спит. На. А может, чай вкусно? Я при исполнении служебных обязанностей. Ох! Но поскольку чай – это даже не пиво, то при исполнении служебных обязанностей его можно употреблять? Присаживайтесь, мой дорогой. Раз вы так считаете... Бежишь, бежишь в театр заниматься. От этого уже оторваться не можешь. Потому что театр – это любимое дело. Другие там одним занимаются. А у меня театр. Даже сейчас друзья говорят, ну тебе уже почти лет-то много, а ты все бегаешь в театр. Да, бегаю и буду бегать. Потому что от этого невозможно, невозможно от этого уйти. А тем более у меня такие интересные роли. Особенно вот сейчас. В истории коллектива были взлеты и падения. Более чем на 10 лет драматический театр прекратил свое существование. Эти трудные времена после яркого периода расцвета особенно тяжело переносились актерами. Спасала дружба. К сожалению, в 90-е годы получился такой перерыв небольшой. Для нас это было очень больно. Мы встречались где-то у кого-то в гостях, ходили друг к другу в гости. Но без театра мы жить все равно не могли никто. Крепкая дружба среди актеров помогла возродить театр. В 2004 году коллектив вновь собрался под говорящим названием «Содружество актеров». Вернулись в родную стихию старожилы театра. Появились новые молодые и талантливые актеры. В 2005 году театр начал свою творческую деятельность. Работа в театре кипит и сегодня со свойственными для коллектива экспериментами. У нас получилось. У нас получилось. Мы несказанно рады. Тогда еще была директор Гусева Татьяна Истафьевна. Она нас приняла опять. Мы давно уже. И потом Павел Николаевич Харьков тоже принял театр. Мы защитили звание снова. Защитили Паново. Потому что долгое время не было спектакля. И нам пришлось защищать звание снова. Мы успешно защитили. И вот в 2019 году мы будем подтверждать звание Народного театра. Проработка каждого спектакля начинается дома. Задолго до первой репетиции. Режиссер Юрий Антонов буквально по крупинкам разбирает каждый персонаж пьесы. От произнесения фразы до личностных характеристик. Без понимания которых актеру будет сложно раскрыть своего героя. Вот так да. Вот так штука. Большая скука. Большая скука. Вообще испугайся. Вот так да. Вот так штука. Говорят, кража у нас. Василий Петрович. Эй, вот погляди и полюбуйся. Народные мучства к черту разорвали. Ну бывают же такие подлецы, у которых руки на них подвертываются. Кажется, огромные убытки. Василий Петрович. Игорь, давай так. Вот смотри. Если у нас Андрей Викторович как бы совсем пугается, у тебя рациональное отношение ко всему. Понял. Понимаешь? Не надо пугаться. Ты и так знаешь, что там все половина украдено. Тобой, кстати. Поэтому у тебя рациональное. Всему подход. Работа с людьми, правда, это большая ответственность. Это я говорю сразу. Когда на тебя смотрят, когда ты один за себя, за свою роль отвечаешь и работает с тобой режиссер, это одно. Когда уже ты людям даешь какие-то советы, еще что-то, это совершенно другое. Так что это две разных вещи. Но, как когда-то было, это нравится. Театр – это добро, зло и все вместе. Оно такое очень эмоциональное. У каждого своя роль и каждый должен донести свою. Свою задачу режиссера необходимо выполнить. И мы ее стараемся выполнять. Уж как мы ее выполняем? Судить вам, зрителя. С моей точки зрения, зрителя надо заинтересовать. Чтобы он сидел на спектакле и ни одной минуты не мог отвлечься. А был заинтересован тем, что он видит на сцене. Чтобы потом, придя домой, хорошо это, если надолго материал его затронет, он будет его анализировать, он будет над ним думать. И для себя что-то откроет, что-то положительное, что-то отрицательное. Где-то себя увидит, где-то своих знакомых, близких. Может быть, даже не будет поступать, как поступают некоторые герои на сцене. В данный момент Народный драматический театр работает над спектаклем по мотивам рассказов Михаила Зощенко «Бывают же граждане». Примерный показ состоялся 10 марта 2018 года, над сценарием и постановкой которого на тот момент работала Татьяна Сергеева. Сегодня спектакль, благодаря новому режиссеру Юрию Антонову, получает новые акценты. Ну а для общего блага я должен постараться. Это, это, конечно, это определенно для общего блага. Мы все через это стали какие-то такие, какие-то такие, какие-то такие, одним словом, особенные, особенные. Конечно, Иванович, мы для себя не нажимаем. Это не капитализм. Наше дело – это общее дело. Это да, это, конечно, это определенно. Об себе ни черта не думаем. Только вам другие. В этой пьесе собрано 7 произведений. Почему? Потому что Зощенко – это всегда актуально. Основные, конечно, «Неудачный день» и «Свадьба», всем известная. А все остальные были вписаны в канву этого сценария, непосредственно мной, переработанной, имею в виду, под персонажей. Ну и так, чтобы все поучаствовали. Для каждого хватило роли. Неважно, какая роль отведена в спектакле, большая или маленькая, актерами продумывается каждая деталь. Ведь даже мелочь в образе может повлиять на окончательное впечатление. В театре я пришла 3 года назад. У нас тогда была Таня Сергеева, режиссер. За эти годы мне удалось сыграть только одну роль – девушку с подносом, выход на полтора минуты. Но над этой ролью я работала очень серьезно. Я искала краски. Я думала, какая она. Вот. Ну и надеюсь, что у меня получилась эта роль. Вот. Вот ее карту. И сейчас ко мне ее надо к столу прийти. Первый раз, самое главное, я могу узнать о моем супруге. Ой, ой, нет. Декайна помогает нам, да. У нас есть свои костюмы же, да, которые мы шьем постоянно для спектаклей. Помогает дворец культуры, комитет по культуре помогает нам. Шьем сами тоже, но кому-то помогает жена, кому-то, ну, родственники какие-то, да. Но без спектаклей, без костюмов мы все время не остаемся, никогда. Декорации делаем сами, вот, возможно, из возможных. Вот у нас, у нас же не один здесь театр, правильно? Ну, мы как вместе одно целое существуем. Хотя разные коллективы, разные возрасты, да, но существуем как одно целое. Знаешь, как они классно бьются? У меня одна упала в дребезге. Травма производственная. Мы можем смело сказать, что помимо классических вещей в Театре Содружества Актеров ставятся и вот такие театральные творческие эксперименты. Это спектакль «Сиротливый запад» по пьесе ирландского писателя Макдонаха. Пьеса достаточно экспрессивная и премьерный показ. Его эксклюзивность была в том, что зрители вместе с нами, с артистами находились на сцене. Достаточно закрытый показ, 100 зрителей, они располагаются по периметру, а мы пытались пережить жизнь двух неудачников, двух братьев, вокруг которых строится эта история. Два брата, которые где-то очень сильно в глубине души любят друг друга, но стесняются это показать. Это достаточно тяжелая была роль, но играли мы ее с удовольствием. И опять же, это все благодаря нашему дружному коллективу. Заслуга руководителей театра, я думаю, большая. Тихо, я вам скажу только одно, коротко и понятно. Вся вина целиком и полностью за смерть отца лежит на тебе. Ну да, я убил отца. Не, ну варить, я реально в этом раскаивался. А вот я сожалею, что мне приходится подводить черту под твоей жизнью, понимаешь, а? И пытаться как-то пробудить в тебе совесть. Ведь я мог засадить тебя за решетку, упрямить тебя в тюрему. Я этого не сделал, не сделал, а почему, почему? А потому что они ищутся жалости. С боязни остаться в одиночестве, понимаете? Я бы скучал по тебе, понимаешь, ты! Так, значит, с сегодняшнего дня, прямо с этого момента, снова половина нашего имущества в твою окон. На сегодняшний день в труппе работает 28 человек. Для каждого актера театр – это не основной род деятельности. Сюда они приходят после работы, репетируя три раза в неделю с 7 до 11 вечера. Благодаря самоотверженности за последние десятилетия театром Содружества актеров поставлен ряд разноплановых спектаклей. В их числе «Ханума», «Соло для часов с боем», «Сиротливый запад», «Люди помните», бывают же «Граждане», «Любовь» и «Голуби». Вась! Слушай, а смотрю я как-то, а они вот там сидят и друг за дружку с клювами цепляются. Думаю, что это они такое делают-то? Целуются. Да прям. Ну, не верят, ну. А отпусти его, полетит? Нет. Ну. Мне понравилась очень «Любовь и голуби». И мне, ну, из-за партнерши, с которой я играл, с ней очень комфортно играть. Поэтому это очень важно, что у тебя твой актер, да, твой, очень-очень важно. Если ты чувствуешь партнера, да, то, значит, ты сыграешь его, и он сыграет хорошо. Я очень благодарен Татьяне, что мы с ней так сыграли эти роли, да, она Надю, я, Василия. Я сыграла ту же роль, которую играла Людмила Гурченко. Конечно, мне эту Раису пришлось, как говорится, с трудом, потому что, ну, после такой великой актрисы и как-то что-то повторяться, ну, я искала какой-то свой ход, свою манеру, свой образ создавала. Ну, вроде бы что-то получилось. Конечно, Василий человек непростой, но у него хорошее сердце и душа. Душа, разумеется, важнее. Но, ну, не держите на Василия зла. Ну, отпустите его, Надя, если вы его любите. Я понимаю, я понимаю, что трудно сразу все такое принять сердце. Но мы же люди, и у нас есть разум. А что, а что вы так на меня смотрите? Так ты ли, Чолия? Я, Надежда, как у вас по отчеству? А я сижу тут, душ перед ней выворачиваю. Людк, а, Людк? Надя, не тияйте головы. Ты гляди, что делается-то. Это ж она. Вы? Вы намерены скандалить? Да. Да я к вам пришла, как взрослая, умная женщина. Жизнь без сцены актеры просто не могут себе представить. Репетицию не пропустят ни при каких условиях, даже если на нее выпадает день рождения. В этом убедились и мы. В приезд нашей съемочной группы свой юбилей отметила актриса Татьяна Андреева. Поздравляли дружной театральной семьей. Юбилей ей 18 лет. Совсем? Да, давайте мы ее поздравим всем. Пожелаем ей крепкого-крепкого здоровья, чтобы она была такой красивой, светлой, как она и есть на самом деле. Чтобы ни один спектакль еще Татьяна Васильевна сыграла, мы вас поздравляем. Желаем всего-всего самого наилучшего. С днем рождения вас. От первой репетиции до премьерного спектакля проходит долгий тернистый путь. Но для каждого актера он как бальзам на душу. Ведь именно он приводит содружество актеров на сцену к любимому зрителю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ